К нашему эфиру сейчас присоединяется Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил ВСУ. Здравствуйте, Дмитрий. Доброго дня. Добрый день, Анна. Добрый день, Дмитрий. Приветствую зрителей. Дмитрий, во время вчерашнего массированного обстрела Украины Россия выпустила три крылатые ракеты морского базирования «Калибр» из носителей в Черном море. Это те, которые стоят в Новороссийской, это данные воздушных сил. А какая сейчас ситуация в море? Сколько вражеских кораблей на дежурстве и где стоят? По состоянию на утро у них был всего один корабль в море, сейчас целых пять единиц. Это впервые с того момента, как они потеряли ракетный катер. Какое-то время им понадобилось для того, чтобы осмыслить происходящее, провести так называемый разбор полетов, выработать тактику своих дальнейших действий. Сейчас пять кораблей, один из них носитель, находится на охране пункта базирования, это Макаров. Два из них на охране моста, так называемого, Керченского. И еще два пошли навстречу в Босфор, к Босфорскому каналу. Навстречу судна, которое они должны сопровождать. Это сейчас достаточно редкое мероприятие для россиян. Они, в принципе, стараются лишний раз не находиться в южной части Черного моря. Но иногда, раз в месяц или реже, они вынуждены встречать военные грузы через Босфор. А что это за военные грузы? Есть какая-то информация? В большинстве случаев подтвержденной информации пока нет. В большинстве случаев это судна, которые участвуют в так называемом сирийском экспрессе. Обычно это судна, которые относятся к Рособоронлогистике. И это те судна, которые возят в Сирию, в Тартус, конкретно разные грузы для обеспечения постоянного оперативного соединения российского флота в Средиземноморье и обеспечения их группировки в Сирии, как правило. То есть оно может, в принципе, идти пустым, но в большинстве случаев оно пустым не ходит. То есть либо что-то они в Сирию тянут, либо наоборот из Сирии. Ну вот вы сказали, что затищие такое немножко было по количеству кораблей. Это, я так правильно понимаю, это их практика прятать свои корабли после успешных операций украинских защитников, как было с ракетным катером «Ивановец»? Их практика, в принципе, давным-давно сводится к тому, чтобы рассредоточить корабли по пунктам базирования в Крыму. То есть... Вне зоны досягаемости, да, я так понимаю? Да, извините, на русском сложно. И, соответственно, они эти корабли рассредотачивают и передислоцируют в южную часть, извините, в восточную часть Черного моря. То есть это Новороссийск. Между этими пунктами базирования они их периодически тоже перекидывают. Это Туапсе, Сочи. Они вынуждены это делать для того, чтобы не застаивать на одном месте. То есть они таким образом стараются обезопасить их от возможных ударов. То есть вот она постоянная тактика. Это убрать корабли подальше от Крыма для того, чтобы они не повторили долю Павла Державина. Но теперь у Павла Державина сменщик появился. Это вот Ивановец. То есть там они стараются вообще не находиться. А когда они получили соответствующее уничтожение этого ракетного катера, они до какое-то время вообще были вынуждены в принципе в море особо не выходить для того, чтобы оценить риски. И вот оценив их, сегодня они впервые показались на горизонте. Но вы ранее говорили, что после того, как корабли переехали, скажем так, в Новороссии, спрятались, появилась проблема с загрузкой ракет. Потому что калибры остались в Севастополе. А какая сейчас ситуация? Есть доступ у них к своим базам логистическим? По той информации, которая сейчас есть, проблема эта не решена. То есть соответствующих инструментов для загрузки этих ракет в Новороссийске, где находится вторая военно-морская база, по факту пока нет. То есть они вынуждены рисковать и по одному иногда заскакивать в Севастополь с этой целью. Но при этом они там не находятся. При том, что Севастополь остается основной военно-морской базой. Там вся логистика. Вся логистика не только связанная с обеспечением боевой деятельности. То есть это не только ракеты, топливо, провизия, вода, которые, естественно, все подведены коммуникацией к этим причалам. Это и социальная инфраструктура. То есть это семьи, это их школы, садики, столовые, больницы, учебные заведения, плотские. То есть это все осталось в Севастополе. И да, сейчас они находятся в отрыве от этой логистики. Это, конечно, усложняет жизнь российских оккупантов в Черном море основательно. Ну, о их жизни они пусть думают сами. Но вот хотела еще поговорить о одном из недавних спецопераций в Черном море под названием «Цитадель». Одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы дрона-разведчика. А поделитесь подробностями этой спецоперации и как именно использовали эту платформу россияне? Насколько она важна была для них? Вы абсолютно правы. О своей жизни они пусть думают сами, а мы будем думать об их смерти. А что касается этой операции, любые инструменты, которые позволяли или позволяют нашему противнику получать разведданные, которые позволяют им иметь инструменты для планирования и применения боевых систем, неважно что это, дроны, камикадзе, ракетное вооружение, полеты, авиации. Любое такое оборудование представляет для нас интерес и цель. И наши коллеги из соответствующих структур, которые провели эту операцию, лишили врага этих инструментов. Эти вышки, они в принципе уже были безлюдны, потому что находятся они фактически в зоне поражения ракетно-береговых войск военно-морских сил. Соответственно, оккупанты вынуждены были их покинуть, потому что подвозить туда кораблями или суднами личный состав и все необходимое опасно. Но и высаживаться туда тоже опасно, поэтому эта операция более чем серьезная. Она действительно заслуживает большого уважения. И ее планирование, ее реализация, эти ребята герой. И, конечно, военно-морские силы всегда в таких операциях берут, принимают непосредственно участие или это все происходит в кооперации. То есть некоторые виды обеспечения мы предоставляем точно так же, как и обмен информацией. И, соответственно, наши коллеги, они сделали необходимое. Они лишили врага этих инструментов. Притом это происходит, как вы видите, не первый раз. Но сложность этих операций в том, что фактически маломерными плавсредствами они должны на большую довольно-таки дистанцию выдвинуться. И в этой части Акватории, к сожалению, до сих пор присутствует российская авиация. Если вы помните операцию, когда высаживались в прошлый раз на одну из этих вышек, российский самолет их там увидел и наносил по ним поражение в него. В этот раз обошлось без таких инцидентов. Но, как вы видите, эти операции проводятся, соответственно, в ночное время суток. Вы правы, это действительно герои, все, кто рискуя жизнью, защищают нашу страну и стараются сделать меньше оккупантов. Но вот, говоря об этой вышке, я так правильно понимаю, что ее использовали при ударах дронов на юг Украины? Для начала надо отметить, что эти вышки, они имеют достаточно большую экономическую ценность. То есть эти вышки, они оккупировали еще 10 лет назад. Это газодобывающие вышки, они обеспечивали, соответственно, оккупированную территорию нашу же, украинскую, нашими же вышками. И уже в процессе полномасштабного востражения они были вынуждены их покинуть. Но, конечно, они бы не были собой, если бы они там что-то не оставили. Вот в этот раз они оставили там оборудование, которое позволяло работать в качестве ретранслятора и, соответственно, в качестве инструментов для наблюдения. То есть для ведения разведки. И поэтому, конечно, переоценить важность таких операций сложно. Это правда. Я понимаю, что у вас много в последние дни спрашивают о катере «Ивановец», который пополнил российский подводный флот. Но позвольте, я тоже спрошу, есть ли новая информация, что ушло на дно вместе с ним? Может быть, известно о количестве ракет, членов экипажа? Информация уточняется, она, да, разведывается. Соответственно, конечно, над этим работают соответствующие структуры. Это все, как правило, появляется информация со временем. С момента уничтожения таких единиц, как правило, через какое-то время появляются некрологи соответствующие. Появляются другие информационные источники, которые подтверждают. Но по умолчанию пока что это 40 членов экипажа, потому что вода все-таки холодная. И, соответственно, находиться в такой воде долго даже подготовленный человек не может. Да, россияне начали операцию по спасению практически сразу. Потому что было понятно, что произошло, независимо от того, что они там рассказывали в своих пропагандистских каналах. Но, тем не менее, подтвержденной информации по потерям личного состава пока нет. И, учитывая то, что находился на боевом дежурстве, скорее всего, на борту он должен был иметь, ну, как минимум, четыре этих ракеты типа «Москит». А какой тип ракет этих? Типа «Москит». Это противокорабельная ракета. У нее дальность действия до 130 километров. Достаточно большая дистанция. Учитывая то, что этот катер один из всего трех катеров, которые подобного типа есть в Черноморском флоте. Но теперь уже меньше трех. Этот катер был у них лучшим признан по итогам подведения, значит, оценивания. Этот экипаж считался лучшим, катер наиболее боеспособным. И вот, соответственно, они ему, по-видимому, поэтому и поручили такую рискованную миссию, как патрулирование в западной части Крыма, ну, которая закончила соответствующим поражением этого катера. Но если был он одним из трех, то я понимаю, что он был ценным для России. А какая стоимость таких катеров? И можно ли их заменить, построить заново? Или это долго и слишком затратно? На самом деле сложно говорить о реальных цифрах, потому что этот катер все-таки еще времен постройки советской, то есть окончание существования СССР как раз и ознаменован выходом этой единицы, так сказать. И, соответственно, подобные катера могут стоить в районе более 60 миллионов долларов. Учитывая состояние российского кораблестроения, которое первые два десятка лет находилось в состоянии анабиоза, в принципе, в Российской Федерации, потом еле-еле выползло на 30-40% реализации государственного заказа на корабли, это при том, что это были тучные годы, нефтедолларовые. Учитывая износ парка, более 70% станков, парк станков имеется в виду, и, в принципе, их тенденции, то России достаточно непросто будет восстановить эти потери. Но дело даже не в этом. Подобные единицы они могут, в принципе, перекинуть в Азово-Черноморский регион из других регионов. Несмотря на то, что Босфор закрыт, есть Волгодонский канал, есть внутренние воды Российской Федерации, так называемой, могут. Но нет в этом смысла. Потому что даже те единицы, которые уже здесь, они не могут в полной мере использовать в связи с нашей активностью. Активностью сил обороны Украины. Это имеется в виду как и разные составляющие вооруженных сил. Это воздушные силы, сухопутные, конечно, военно-морские. Это и ГУР, и СБУ. И, соответственно, мы не даем им в полной мере возможность использовать свой потенциал. А сейчас еще и связали, получается, потенциал по использованию носителей крылатых ракет. Поэтому, несмотря на эти утраты и возможность пополнить, скорее всего, пока это происходить не будет. Что касается непосредственно восстановления путем постройки новых, с этим тоже проблемы. Была запланирована постройка десантных кораблей, например, в Крыму. От этой идеи отказались. По ряду причин, в первую очередь, санкционное давление. И, например, последнее, что они должны были получить, это пять малых ракетных кораблей типа «Каракурт». Вот «Циклон» один из них. Ну, как вы знаете, один из этих кораблей «Аскольд» был уничтожен на заводе постройки. Еще три сейчас находятся в море, два из них на ходовых испытаниях. И пятый только строят в Казани. Вот накануне, возвращаясь к «Ивановцу», накануне Главное управление разведки опубликовало видео с комментарием одного из бойцов группы «13». На счету этой группы не один подбитый корабль россияны. Именно они уничтожили «Ивановец», запустили по нему 10 дронов «Магурова-5». Шесть попали в цель. И вот что говорит боец, попрошу дать его прямую речь. Мы видим, как небольшая группа людей может наносить достаточно серьезные удары по врагу. Полностью сборка, комплектация, инженеры, программное обеспечение, которое используется на самом дроне, это разработка украинская. Все идет к тому, что будут воевать технологии, а не люди. Намного эффективнее научить оператора, который использует дрон и через 5 минут может сесть управлять уже другим дроном. Я думаю, что в этом году мы будем намного эффективнее работать, намного масштабнее. Результатов, я уверен, будет гораздо больше. Вот, Дмитрий, а вы согласны с тем, что сказал боец, что технологии, в принципе, решают все, и не важно, сколько у страны кораблей, чтобы контролировать или менять ситуацию в море? Частично заглашусь. Технологии решают все. Война — это, в принципе, соревнование технологическое. То есть это соревнование военной мысли, находчивости. Потому что на каждое действие враг и мы ищем противодействие. И то, что было эффективно вчера, сегодня уже неэффективно. И то, что было эффективно сегодня, уже не будет эффективно завтра, и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая из этих операций уникальна. И поэтому каждую из них приходится разрабатывать, исходя из реалий. Потому что враг, он же тоже противодействует. Это и постановка систем РЭП, то есть радиоэлектронной борьбы, и иные способы механические, физические, для того, чтобы противодействовать тем же самым дронам. Поэтому да, это, конечно, война технологий. Да, конечно, безэкипажные системы — это наше будущее. И само собой, что мы все, весь мир в этом направлении двигается. И более того, Украина сейчас является фактически драйвером этих изменений. И да, развитые страны уже испытывают даже большие надводные корабли беспилотные. Но одними беспилотными системами в виде, например, безэкипажных катеров, дронов, нельзя решить все проблемы, которые стоят перед военно-морскими силами. Потому что вы не сможете разместить на дроне систему ПВО, вы не сможете на нем разместить системы радиолокационные, системы противоминные. Есть такие задачи, которые физически требуют больших платформ. Те же самые противокорабельные ракеты разместить на дроне не получится. Для этого нужен полноценный корвет или фрегат, то есть большие единицы. И плод так устроен, что для выполнения задач нужны разные единицы. Например, тот же самый противоминный корабль, на котором соответствующее радиолокационное оборудование находится, соответствующий экипаж под сотню человек. И этот корабль может только разминировать. Это не боевая единица. Его должен кто-то прикрывать, например. То есть это должен быть фрегат или корвет, на котором есть система противовоздушной обороны, соответствующие и другие системы. Это и водолазное обеспечение. Поэтому решить все проблемы и выиграть все войны небольшими дронами, к сожалению, не получится. К сожалению. Дмитрий, а вот Баяц Гура анонсирует новые цели. А какая следующая цель может быть? Если, конечно, можете ответить, чтобы не раскрыли никаких тайн. Могу ответить. Следующая цель будет любая цель, которая находится под военно-морским флагом Российской Федерации. Любая цель, на которой будет висеть триколор, именно боевой. То есть это может быть штаб, это может быть батарея ПВО. То есть наша конечная цель – это отсутствие присутствия российского флота, так называемого, в нашем Черном и Азовском морях. Вот наша цель. Ну и мы постепенно к ней двигаемся, потому что вот украинские силы вывели из строя за время войны около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ. Это данная генштаба ВСУ. А как думаете, начиная войну, Россия могла себе представить, что останется без такого количества кораблей? Уверен, что нет. К нашему счастью, стратегия – это не их сильная сторона. Они в большинстве своей мыслят тактически. То есть они решают какую-то тактическую задачу, при этом создавая себе две новых тактические проблемы. И это очень часто можно было наблюдать, примеров много. А стратегия – это, скажем так, та сфера деятельности, в которой они почему-то не допускают возможных разных сценариев. Они себе видят это в каком-то одном ключе. Они считали, что можно ходить на работу в штаб Черноморского флота штатный. И не рассчитывали, что туда прилетит ракета. Вот вам еще один из этих примеров. Соответственно, точно так же и по флоту. Конечно же, они были уверены, что крейсер «Москва», для которого, давайте будем честными, и Черное море для него, в принципе, маленькое, мягко говоря. Это океанического класса корабль, который рассчитан на то, что он будет ходить в океане. И тем не менее, Черного моря ему хватило для того, чтобы утонуть. И, соответственно, подобные кейсы, они просматриваются во всем. То есть есть такая, знаете, зухвалисть украинскую. Они не в состоянии, в связи со своим имперским видением, оценить все риски по достоинству. Ну вот, говоря по поводу стратегии, 1 февраля на CNN вышла статья Валерия Залужного, в которую он изложил свое видение стратегии победы. В частности, он пишет о значимости дронов, высокотехнологического оружия. Можно ли сказать, что на море как раз Украине удалось реализовать эту стратегию и достичь наибольших результатов? Можно даже сказать, что, в принципе, на море ее удалось создать для начала. И мы видим этот прогресс и в других сферах. То есть это все начиналось, в принципе, с дронов воздушных. Все вы помните первые месяца полномасштабного вторжения, когда на «Мавике» буквально все молились. Потом появились в ПВ дроны, дроны «Камикадзе». И до этого мы дошли, я имею в виду, вооруженные силы Украины первыми. Потом нас уже копировал противник. Сейчас они точно так же говорят о том, что они наладят производство морских дронов, хотя это не имеет смысла, по большому счету. И наземные дроны точно так же разрабатываются разными командами. И в этом плане, да, можно сказать, что не имея особого выбора, мы были вынуждены прибегнуть к изобретательности. У нас в военно-морских силах создана целая бригада дронов, которые используют как надводные, так и подводные системы, которые и разминируют сейчас, например, тот же самый зерновой коридор постоянно, и могут вести разведку и наносить огневое поражение. Кроме того, наши коллеги из головного управления разведки Министерства обороны это направление ведут практически самостоятельно, и службы безопасности Украины. Но, конечно, мы все работаем в кооперации, потому что любые морские операции так или иначе проходят в каком-то взаимодействии с военно-морскими силами или непосредственно с участием военно-морских сил. Вот такая фраза «ждать осталось недолго», так командующий военно-морскими силами Алексей Нишпапа спрогнозировал судьбу незаконной постройки, которую россияне называют Керченским или Крымским мостом, мол, до конца года не достоит. Я так понимаю, к этому уже подготовка идет? Ну, на самом деле, объект этот очень сложный. Один из наиболее охраняемых объектов, наверное, во всей Российской Федерации. И это не метафора. Там действительно не хватает только бронепоезда. Хотя рельсы уже есть, в принципе, я думаю, что и бронепоезд когда-то появится. Вот на видео вы видите работу «Химвойск». Они производят как бы задымливание аэрозолем специальным. Там есть и представители ПВО, и Росгвардии, и охраны, соответственно, морской, и пограничники. Там кого только нет. Вот это задымливание мне больше всего нравится. И, соответственно, охраняется этот объект более чем серьезно на самом деле. И каждая операция по его поражению, это была отдельно продуманная, нестандартная абсолютно операция. И, конечно, можете быть уверены, что эти операции планировать никто не прекратил. Нет для этого никакого повода. Как говорил и наш президент по этому поводу, что это абсолютно ненужная пристройка, сооружение, так, соответственно, и мы никак иначе видим эту ситуацию, и все для этого делаем. Само собой. Ну, а мы ждем подходящего оружия, может быть, от союзников? Если можете ответить. Ну, планирование любых военных операций, они всегда включают много составляющих. Вплоть до погоды. Поэтому тут не может быть поводов для риска. Поэтому учитываются все факторы. Их много разных. Это и системы вооружения, и даже политическая ситуация международная. Тут учитываются все факторы. Ну, в первую очередь, конечно, самая большая сложность, это преодолеть системы защиты, которых там россияне построили в большом количестве. Еще маленькое уточнение. Накануне Россия внесла Алексея Нейшпапу в перечень террористов и экстремистов. А как он на это отреагировал? Вы знаете, обязательно его спрошу об этом. Спросите. Ну, на самом деле, на такие вещи давно уже никто внимания не обращает. Я в этом списке 2014 года нахожусь. И, соответственно, когда видишь, кто рядом с тобой находится в этом списке, проникаешься таким самоуважением. Потому что я увидел там рядом действительно достойных сынов Украины. И мне находиться с ними в одном списке, это было за честь на самом деле. Просто вот, когда речь идет о каких-то весомых фигурах военно-политического руководства нашей страны, россияне об этом заявляют с такой помпой. При этом, на самом деле, эти списки существуют давно, уже 10 лет. Их много. И все мы уже там. Поэтому можно сказать, что это очередное вызнание. Признание. Спасибо вам, Дмитрий, большое за ваше время, за вашу работу и за то, что с нами поговорили. Это Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин